Всем привет! Меня зовут Евгений Суровцев, я работаю на проекте GrabDuck. Для нас GrabDuck это прежде всего современные поисковые технологии и также наш накоплен опыт в этой области. По сути мы предлагаем новый, на наш взгляд, подход к решению задачи сохранения и работы с материалами интернета. Но сегодняшняя тема нашей презентации это явление введения в Solar. Что мы обсуждаем и о чем говорим? Прежде всего мы рассмотрим немного теории, что такое булли в поиск, что такое скоринг, инвертированный индекс, зачем это все нужно, как используется в поиске. Рассмотрим сам процесс поиска, какие-то базовые шаги, которые применяются вне зависимости от того, какой поисковый движок вы используете. Мы посмотрим, что такое Solar, как он выглядит, как с ним работать, посмотрим на примеры поиска, как это выглядит и завершим нашу тему сегодняшнюю Solar и Java. Поехали! Поехали! Spring и Security и не Tutorial. Понятно, что если у нас есть какое-то количество документов из интернета, например, то мы можем для любого документа сказать, что да, в этом документе есть слово Spring, есть Security и отсутствует слово Tutorial. Соответственно, мы вернем все документы, удовлетворяющие данному предикату. Еще раз хочу отметить, что булли в поиск – это основа любой, любой современной поисковой системы на сегодняшний день. Но одного булевого поиска недостаточно для того, чтобы показать пользователю хорошие результаты. К примеру, если я пойду в Google, заведу Spring, Security, Minus Tutorial, то Google мне вернет порядка 111 миллионов документов. Понятно, что я просто физически не смогу проверить все эти документы, да и не буду этого делать. Я проверю одну-две первых страницы и если я ничего не найду, я просто закрою Google и пойду искать где-то в другом месте. Соответственно, нам необходимо что-то дополнительное для того, чтобы результат «возвращаем пользователю» был более адекватный, либо более релевантный. И здесь вступает в силу следующая вещь, которая называется «аранжирование». И любая поисковая система сегодняшняя, опять-таки, ее отличие от чистого булевого поиска – это в том, что сверху у этой системы поисковой есть так называемая вещь «ранжирование результатов». Что такое ранжирование результатов? По сути, говоря по-простому, это просто сортировка. У нас есть некий набор правил. Мы знаем своего пользователя, знаем его поведение, знаем, что ему нужно. И на основе вот этих вот всех правил мы пытаемся список документов отсортировать таким образом, чтобы те документы, которые пользователю будут более интересны, были наверху списка и попали в те самые одну-две страницы. Существует много факторов, лежащих на ранжировании. Опять-таки, нужно понимать, что это очень сильно зависит от того, какую поисковую систему вы строите, от того, что вы хотите добиться, от того, насколько вы хорошо знаете пользователя. В качестве примеров можно привести что-то такое, чтобы было понятно, о чем идет речь. Например, это соответствие поисковому запросу. Как пример, если мы возьмем Spring Security, то в данном случае у нас документы, которые содержат Spring Security как фразу, то есть эти слова находятся рядом, они должны быть в нашем списке выше, чем документы, которые просто содержат слова Spring и Security, но не обязательно вместе. Потому что логически понятно, что если слова у нас находятся рядом, то, скорее всего, Spring Security – это уже термин, и пользователь ищет именно его, а не просто какие-то документы, где встречаются эти слова. Следующий фактор, опять-таки, как пример только, это поведение пользователя. Например, у нас на GrabDuck пользователи хранят свои закладки, закладки с разных веб-сайтов, и о пользователе мы можем знать, какие сайты ему нравятся больше всего. Например, по тому, на какие закладки он чаще кликает, либо каких закладок, с каких сайтов у него более всего. Соответственно, если у нас в результате поиска есть определенные сайты, которые мы уверены, и мы знаем, что они заинтересуют пользователя, прежде всего, например, Хаббар, то мы можем отсортировать, опять-таки, используя сайт как фактор для сортировки. Последний пример или фактор – это состояние документов. Если мы возьмем какой-нибудь форум, то, например, по программированию, то понятно, что если документ новый, то больше шансов, что он отражает текущее положение вещей. Соответственно, новые документы, новые ответы, они должны быть выше в поиске. Вот. Завершая эту тему ранжированного поиска еще раз, да, ранжированный поиск – это, по сути, наш тот булев-поиск, который мы уже рассмотрели. На котором находится некий пласт или слой алгоритмов по ранжированию результатов. Обратный индекс. Теперь, предположим, у нас есть наша база данных, мы проиндексировали, посчитали все слова в наших документах, и у нас пришел запрос от пользователя. Например, тот же самый Spring Security. Каким образом мы должны найти ему документы? Самый простой подход, который приходит прежде всего в голову – это мы должны пройти все документы один за одним и проверять в нем наличие данных слов. И, соответственно, вернуть пользователю только те документы, которые эти слова содержат. Но понятно, что в жизни базы данных очень большие, у нас находятся миллионы документов, если говорить про GrabDuck и какие-то подобные системы, если говорить про Google или Яндекс, то это миллиарды, сотни миллиардов документов. И делать такую прогонку для каждого пользователя – это не затратно и, по сути, нереально. Соответственно, была придумана такая вещь, которая называется обратный либо инвертированный индекс. Что это такое? А-а-а-а-ха-ха-ха. Наверное, наилучший пример для того, чтобы представить себе как-то, что это такое – это глоссарик в книге. Если мы откроем нашу книжку, особенно если она толстая, то в конце у нас есть глоссарик. Это список каких-то терминов, слов, которые встречаются в книжке и номера страниц. Обратный индекс – это абсолютно то же самое. Рассмотрим пример. Пример взят из Википедии. У нас есть три документа. Документ 1, 2 и 3. Первый документ состоит из слов «It is what it is». Документ 2 – это «What is it?». И документ 3 – это «Is it a banana?». Если мы построим инвертированный индекс по данным документам или глоссарий, как в книжке, то мы получим следующее. У нас термин «а» встречается в документе номер 3. Термин «банана» встречается также в документе номер 3. «Is» в документах 1, 2, 3, то есть во всех «It» также встречается во всех документах. И «What» встречается только в первом и втором документе. Данный инвертированный индекс мы сохраняем у себя. И в следующий раз, когда пользователь что-то у нас будет искать, нам достаточно только создать какое-то множество из документов, которые этот термин содержит, и произвести их пересечение. Как пример, если у нас есть запрос «What is it?», то у нас будет три множества. Первое – это по слову «What», второе – по слову «Is», и третье – по слову «It». И делая пересечение этих множеств, мы получим результат, что данному запросу удовлетворяют документы 1 и 2. В жизни в современных поисковых системах именно это тот вид, в котором хранится словарь или глоссарий, обратный индекс. Дополнительно для целей оптимизации добавляется частота данного термина. То есть, если мы посмотрим внизу, это у нас термин, частота и список документов. В терминологии поисковых систем он называется «Posting List». Частота, понятно, зачем нужна, надеюсь, потому что у нас множество большие. Если мы рассматриваем какие-то реальные жизненные ситуации, то «Posting List» может состоять, опять-таки, из миллионов записей, в каких-то случаях из миллиардов, и поэтому нам для пересечения множеств удобнее пересечь сначала большие, чтобы сократить резкое количество вариантов. Для этого используется «Frequency» – частота появления термина. Процесс поиска. Процесс поиска можно поделить на две части. Первая – это индексация документов, и вторая – непосредственно процесс поиска. Индексация. Для того, чтобы иметь возможность работать с документами, нам нужно их проиндексировать, сохранить об этом информацию в нашем поисковом индексе, создать те самые пост-листы, которые мы только что рассматривали. Индексация может состоять из нескольких шагов. Например, документ разбивается на список токенов, на список отдельных слов. Затем может проводиться какая-то дополнительная обработка. Например, «Steaming» – это когда определяется какая-то независимая часть слова. Сегодня мы не будем об этом сильно касаться, но это тот способ, когда мы хотим найти, допустим, красный стол. У нас есть такой термин. Мы хотим найти красный, и красное, и красное. То «Steaming» в этом нам поможет. Он обрезает до какой-то величины, например, красный. И мы всегда можем найти это слово. Мы можем удалять какие-то стоп-слова. Это предлоги, возможно, какие-то союзы, которые не несут какой-то смысловой нагрузки, но увеличивают размер нашего словаря. Мы можем перевести список токенов в нижний регистр. Например, для того, чтобы выполнять регистр независимый поиск. И, соответственно, список токенов после обработки попадает в тот самый обратный индекс, который мы уже рассмотрели. Вторая часть – это непосредственно поиск. У нас приходит поисковый запрос. Он точно так же делится на список токенов. Точно так же проходит дополнительную обработку. Здесь, возможно, дополнительный поиск синонимов для нашего поискового запроса, потому что пользователи не всегда пишут правильными какими-то словами. У нас могут быть синонимы, которые мы по-прежнему должны понимать. И по результирующему списку токенов происходит поиск документов по словарю. В дальнейшем это пересечение множеств, как мы рассматривали. И появляется список документов, которые нам, опять-таки, нужно каким-то образом ранжировать. И уже можно показывать пользователям. Что такое Solar? Solar – это продукт Apache. Он базируется на другом продукте Apache – Lusyn. Это поисковый сервер. Его можно развернуть как отдельный компонент. Если сравнивать Solar с Lusyn или зачем было необходимо создавать новый продукт, то прежде всего Solar может быть развернут в виде отдельного компонента, что невозможно в случае Lusyn. Solar предоставляет нам возможности по масштабированию, такие как создание реплик или replication, когда у нас есть несколько дублирующих серверов. Это возможности по шардингу, когда мы можем разделить всю нашу базу на несколько серверов. Также Solar предоставляет веб-интерфейс. Мы можем зайти через веб-браузер и посмотреть, что у нас происходит, какие-то размеры, параметры, сколько памяти потребляется, запустить какие-то запросы, посмотреть, что нам возвращает Solar. Дополнительно Solar осуществляет кеширование ответов от сервера для быстродействия. И для того, чтобы настроить наши данные, нам необходимо их каким-то образом сконфигурировать. В Solar это делается через XML-конфигурацию. Solar, как я уже сказал, это продукт Lusyn. Он бесплатен. Его можно загрузить, начать пользоваться практически сразу. Solar создан на Javi, точно так же, как Lusyn. Соответственно, мы можем взять Warfile, задеплоить его на какой-то сервер, такой как Tomcat, например, и начать этим пользоваться всем. Посмотрим, как это выглядит в жизни. Значит, я запустил на своем компьютере локально сервер Solar. По умолчанию это порт 8983. Конечно, можно перенастроить, как нам нравится. Вот. Что мы здесь видим? Прежде всего, дашборд. Мы видим какую-то общую информацию, мы видим показатели по памяти, сколько у нас потребляется. Мы видим, сколько наш Solar сервер работает. Два часа, да. Мы видим версию Solar, это 6.0, последняя. Также видим версию Lusyn, на которой базируется Solar. Видим какие-то параметры Java машины. Такая служебная информация. Так. Значит, следующее, что нужно знать, это то, что у нас Solar может поддерживать несколько поисковых индексов, либо коллекций. Терминология Solar, это называется Core или ядро. Если мы пойдем, откроем эту штуку, то мы видим, что на текущий момент у нас в Solar сконфигурировано одно ядро, называется Films. Что такое ядро? Зачем нужно несколько ядер? Предположим, у нас есть какие-то документы, у вас есть какая-то активность поисковая, вы что-то хотите делать, и иногда бывает полезно разделить логически эти документы, либо разделить логически виды поиска. В этом случае для этого вы делите это по ядрам. Например, если мы возьмем, опять-таки, наш сайт GrabDag, то у нас существует два ядра. Ядро номер один, оно хранит информацию по закладкам непосредственно, а ядро два у нас используется для поисковых запросов. То есть, когда пользователь что-то вводится, вводят поисковый запрос, эта информация тоже накапливается, и она находится в отдельном индексе. И такое логическое разделение. Вот, посмотрим, что из себя представляет ядро. Нажимаем на Films и попадаем в окошко Overview. Что мы здесь видим? Мы видим, что в последний раз у нас индекс был изменен два часа назад, что всего у нас в индексе находится 1100 документов. В размер нашего индекса можем посмотреть какую-то еще информацию. Давайте попробуем что-то поискать. Для этого мы переходим в окошко Query. Вот. Что здесь у нас есть? У нас есть RequestHandler. Solar. Это фактически тот метод, с помощью которого Solar будет искать, выполнять поиск. Select – это по умолчанию. В большинстве случаев у нас остается здесь Select. Есть сам запрос, Query. Есть какой-то вот фильтр Query. Сортировку можем задать. Можем задать, сколько нам необходимых результатов, сколько пропустить нужно документов. Ну, и какой-то формат отображения. У нас есть JSON, есть XML, есть CSV, какие-то еще. И, соответственно, ряд других параметров. Давайте просто попробуем нажать на поиск. Вот. Что мы здесь видим? Прежде всего, еще раз, Solar – это HTTP сервер, что означает, что для того, чтобы нам с ним общаться, нам необходимо слать MRS запросы. По нашему текущему примеру, для нас был сгенерирован этот запрос. То есть, для того, чтобы получить данный ответ, нам необходимо было послать такой запрос. То есть, мы видим здесь, что у нас есть сервер. Это Localhost 8983Solar. У нас задано ядро Films. У нас задан RequestHandler, каким образом обрабатывать наш запрос. То есть, что это Select, выбор документов. У нас есть Indent. Это необходимо форматировать наш вывод. У нас есть наш запрос «Искать все». И формат вывода – это JSON. Здесь, соответственно, мы видим следующее, что всего у нас было найдено 110 документов существует в индексе, удовлетворяющих нашему условию, который был искать все документы. И у нас показаны первые 10 документов. Мы здесь видим поле, что есть идентификатор, есть режиссер фильма, есть дата, когда фильм был выпущен, жанры и названия. Данную базу я скачал с официального демо Solar. Буду ее использовать для того, чтобы показывать какие-то запросы. Давайте попробуем найти что-нибудь более существенное. Например, я хочу найти все фильмы, которые содержат слово new. У нас есть поле name, я знаю, что это название фильма. Что нам для этого необходимо сделать? Для этого мы задаем запрос. У нас первая звездочка это поле, вторая звездочка это значение данного поля. Соответственно, звездочка, двоеточная звездочка означает все документы. Мы сейчас хотим найти в поле name все документы, которые содержат слово new. Нажимаем искать. Что-то нашлось. Видим, что всего было найдено три документа и, соответственно, нам показаны они все три. Если здесь посмотрим, то видим, что у нас есть name, есть слово здесь new, есть слово здесь new и последний документ точно так же есть слово new. Это был поиск по полям. Давайте попробуем искать по фильтрам. Соответственно, что нам нужно сделать? У нас есть для этого запрос filter query fq. Мы должны задать здесь что-то. Давайте, допустим, попробуем поискать по жанрам. Например, я знаю, что здесь есть фильмы в моей базе данных, у которых жанр Superhero Movie. Соответственно, что нам нужно сделать? Прежде всего, мы должны снова задать, что мы ищем все документы, но теперь мы просим фильтровать их. Мы просим фильтровать их по полю жанр. Мы видим это поле здесь. И значение этого поля должно быть, как я уже сказал, Superhero Movie. Нажимаем выполнить запрос. Видим, что было найдено 12 фильмов. И также, если мы проверим все, то поле жанр мы видим жанр Superhero Movie. Здесь может возникнуть вопрос, какая разница между поиском по полям и фильтрацией. то есть зачем нужно использовать фильтр, если я мог бы то же самое, например, вот здесь ввести в поисковом запросе. Результат был бы точно таким же. Разница все-таки есть. Например, представьте, опять обратимся к нашему GrabDuck. Если пользователь ввел какой-то запрос, соответственно, он хочет найти документы, где есть какие-то термины. Мы этот запрос делаем через поле Q запросы. Но также у нас есть, например, облако тегов. То есть документ имеет какие-то теги и данные теги не являются запросом. Это просто какая-то мета-информация. Допустим, пользователь выбрал тег Java и хочет найти все документы с этим тегом. Соответственно, здесь мы в этом случае используем уже запрос по фильтрам. вот, надеюсь, понятно. Посмотрим наш следующий запрос. Это фасеты. Что такое фасеты? Solar может выполнять не только запросы по каким-то терминам, но и выполнять какие-то дополнительные действия, какую-то калькуляцию, которая нам необходима. опять-таки, если возвращаясь обратно к нашим тегам, к рабдаку, то нам необходимо те теги, которые встречаются часто, отобразить каким-то более крупным шрифтом, которые встречаются менее часто, отобразить их мелко. Для этого нам необходимо понимать, сколько данный тег встречается у пользователя. И здесь фасеты нам в помощь. Что мы делаем? Мы опять-таки давайте попробуем почитать, сколько у нас есть фильмов из разных жанров. Что для этого делаем? Мы задаем опять искать все документы. В данном случае нам не нужен никакой фильтр. И мы задаем фасеты. Мы идем сюда. У нас есть такое поле как Facet Field. Мы задаем здесь жанр. И мы дополнительно говорим Solar, что в данном случае никаких документов мы искать не хотим. Соответственно нам их не нужно возвращать. Мы ставим ноль. И делаем запустить запрос. Что в результате мы видим? Мы видим, что у нас сформировалась специальная секция, называется фасеты. И видим количество, что у нас драм 552, комедий 389 и так далее. Спадающие. Опять-таки хочу обратить ваше внимание, что Solar это по сути REST сервер. И мы всегда можем смотреть тот запрос, который нам было бы необходимо сделать, если мы хотим получить данные не из обдинки. То есть если например я нажму сейчас сюда, то будет открыто новое окно и в результате у нас будет выдан нам JSON с теми же данными. Идем обратно. Последняя тема на сегодня это Solar Java. Для того, чтобы работать с Java, Solar предоставляет специальное API, называется SolarJ API. Достаточно здесь все тривиально, понятно и просто. У нас есть интерфейс базовый, называется Solar Client. у нас есть несколько имплементаций этого Solar Client. Если давать краткий обзор, то наверное наиболее часто используем это HTTP Solar Client. Это одиночный сервер, нам необходимо задать его адрес для того, чтобы общаться с ним. Какие-то другие имплементации есть Load Balancing HTTP Solar Client. Это такая возможность, когда у нас есть несколько серверов, этот клиент позволяет между ними проводить балансировку, каким-то образом к ним обращаться, таким образом распределяя нагрузку между несколькими серверами. Есть Cloud Solar Client. Это когда у нас более большая система, серьезные нагрузки, у нас есть специальная ферма Solar серверов, у нас есть специальный сервер, который следит за состоянием этих серверов, определяет, кто из них больше нагружен, кто меньше, каким-то образом пытается их оживить или даже перезапустить. Но в простейшем случае еще раз нам достаточно самого простого решения, это HTTP Solar Client, который одиночный. Соответственно, у нас есть имплементация Solar Client, мы каким-то образом генерируем запрос Solar и в результате получаем респонс, с которым мы уже что-то можем делать. дополнительный для любителей Spring, для тех, кто его использует, можно использовать такой врапер, как Spring Data Solar. Сегодня мы это не рассматриваем, может быть позже, но общий алгоритм примерно такой же. Посмотрим, как это выглядит, как выглядят те же самые три примера, что мы уже смотрели, но теперь в Java используем SolarJ API. Значит, прежде всего я создал бинт, который у нас хранит информацию о том фильме, что у нас есть в Solar. Соответственно, здесь есть идентификатор, у нас есть список названий, у нас есть список режиссеров и дата, когда фильм был выпущен и список жанров. Соответственно, для того, чтобы проводить маппинг с использованием SolarJ библиотеки, мы используем аннотации Field. Вот, теперь попробуем провести те же самые запросы, что и мы делали в админке. Первый это запрос простой найти мне все фильмы, в которых есть слово You. Что мы делаем? Мы прежде всего инициализируем наш Solar клиент, мы задаем адрес еще раз это наш сервер и название ядра Films. Мы задаем Solar запрос, найти мне поле Name, слова You, выполняем данный запрос. Теперь из Response мы можем получить Solar Document List, список документов и с использованием специального маппера, который тоже является частью SolarJ, инвертировать его, конвертировать в список фильмов наших сущностей конечных и просто вводим данные сущности на экран. Попробуем, запускаем и мы видим, что у нас было найдено три документа, те же самые три документа, что мы видели в админке, в которых в поле Name есть слово New. Второй запрос это фильтры. Сначала здесь точно такое же. Мы создаем HTTP Solar Client с тем же адресом. Мы задаем запрос искать все документы и мы добавляем фильтр Query жанр Superhero Movie. И окончание то же самое, что и в первом примере. Мы получаем Response, из Response мы достаем список документов и с помощью специального биндера конвертируем это в список наших сущностей и выводим их на экран. Запускаем. Видим 12 фильмов. Считать не буду, должно быть правильно. И жанр Superhero Movie в каждом из документов. последний тип запроса это фасеты. Значит точно так же создаем клиент, задаем запрос все документы, говорим, что нам нет необходимости возвращать сами документы, мы заинтересованы только в фасете, создать фасет по полю жанр и хотим видеть первых топ 15 позиций. Соответственно выполняем запрос. Здесь немножко по-другому. Получаем уже не список Solar документов, а получаем результаты по фасету, которые сейчас содержат список из названий и количества. И соответственно их выводим также на экран. Вот. Здесь видим, что у нас также Drum 552, Comedy 389 и так далее. На этом собственно все. Еще раз резюмирую, что сегодня мы рассматривали. Мы посмотрели основы поиска, что такое булиф поиск, что такое ранкинг, ранжирование, что такое обратный индекс. Еще раз обращаю внимание, что это не что-то специальное для Solar. это не зависит от технологии. Любой поисковый движок на сегодня обладает такими вещами. Мы посмотрели, что из себя представляет поиск, посмотрели на Solar, посмотрели, как он работает через админку, как он работает вместе с Java. под под что здесь сказать. Мы планируем создать серию видео по поиску, посмотреть какие-то более детальные специфические моменты, связанные с поиском наших будущих видео. Поэтому задавайте вопросы, если что-то непонятно, подписывайтесь на канал для будущих видео. Будем рады услышать ваше мнение и давайте общаться. видео.